Мы долго выбирали тему этой лекции, долго о ней спорили, и решили говорить про женщин и про мужчин. И вот отличаются ли они или нет, если да, то в чём, если да, то кто лучше, кто хуже, кто умнее, кто глупее. Мы в этом попробуем разобраться. Какой-то объективной картины, конечно, не будет, потому что исследований очень много, они частично противоречат друг другу, и всегда можно выбрать исследования, которые подтверждают одну точку зрения или другую точку зрения. То есть верить мне нужно только тогда, когда вам нравится то, что я говорю. Когда вам не нравится то, что я говорю, можно мне не верить. Но тем не менее, всё-таки в некоторых вопросах какой-то научный консенсус есть, или, по крайней мере, частично его можно попытаться затронуть. Для того, чтобы говорить о мужчинах и женщинах, нужно попытаться понять, чем они вообще друг от друга отличаются, и от чего зависит формирование пола. Мы с вами привыкли считать, что в момент зачатия в яйцеклетку с хромосомой Х, о чём мы чуть-чуть поговорим подробнее дальше, попадает сперматозоид, либо с хромосомой Х, либо с хромосомой Игрик. От этого зависит, будет мальчик или девочка, и дальше уже ничего не будет меняться. Дальше уже всё предопределено. На самом деле это не совсем так. На самом деле оплодотворение – это только первый этап определения пола. А дальше происходят разные другие этапы, и на любых из них возможно рассогласование с предыдущими этапами. И поэтому настоящий мужчина и настоящая женщина – это только некоторые крайние формы в некотором роде непрерывного спектра, в котором возможно много разных вариантов. То есть что происходит? В момент зачатия у нас появляются гены. Хромосома – хромосома мужчин или хромосома женщин, как повезёт. Или какие-нибудь промежуточные хромосомы. Ну, то есть, например, несколько Икса, одна Игрик, разные бывают варианты. Но потом, после этого, должны ещё включиться эндокринные железы. И эндокринные железы в норме развиваются как женские по умолчанию. И только в том случае, если есть хромосома Игрик и вырабатываемые ей белки, может начать формироваться мужская репродуктивная система, мужские эндокринные железы. Если это произошло, если начали формироваться мужские эндокринные железы, то тогда начинает формироваться мужская анатомия. Это происходит уже на втором, третьем, ну там ещё дальше, немножко на четвёртом, пятом даже месяце беременности. Кроме того, дальше. Если вырабатываются мужские гормоны, антрогены, то они влияют на развитие мозга. Это тоже происходит во время беременности. Это происходит с четвёртого по седьмой месяц примерно. И анатомические отличия мужчины и женщины с точки зрения мозга закладываются именно в этот период и в очень незначительной степени продолжают формироваться после рождения. А после рождения бывают социальные аспекты. И сейчас мы обо всём об этом поговорим чуть-чуть подробно. Не пугайтесь, что я сказала обо всём так быстро. Это просто, чтобы вас морально подготовить к будущему. Вот что происходит во время зачатия. Женщина – это человек, у которого половые хромосомы XX. Мужчина – это человек, у которого половые хромосомы XY. Соответственно, во всех женских яйцеклетках всегда есть хромосома X. А сперматозоиды делятся 50 на 50. В половине сперматозоидов есть хромосома X, в половине сперматозоидов есть хромосома Y. И от того, какой сперматозоид оплодотворит яйцеклетку, зависит, кто получится – мальчик или девочка. Вот это то, что в момент зачатия определяется. На эту тему есть масса всяких спекуляций по поводу того, можно ли как-то повлиять на то, какой сперматозоид оплодотворит яйцеклетку, можно ли как-то выбрать себе мальчика или девочку. Ответ – да, можно. Но для того, чтобы сделать это надежно и научно достоверно, вам понадобится прентиляционная генная диагностика. То есть это когда вы делаете экстракопоральное оплодотворение, вы приходите в лабораторию, и во время этого экстракопорального оплодотворения у вас делается несколько эмбрионов, от каждого из которых можно отщепнуть кусочек, несколько клеток, и посмотрите, какие у него гены. Это делается, в общем-то, для того, чтобы предотвратить генетические заболевания, а делать это просто для того, чтобы выбрать мальчика или девочку, по закону нельзя. В России закон спрещает вот такую фильтрацию. На самом деле не совсем понятно почему, потому что все равно эта процедура стоит несколько сотен тысяч рублей, и вряд ли все люди будут массово ее практиковать. Но вот, тем не менее, это считается неэтично и запрещено. Но, с другой стороны, есть всякие, конечно, обходные пути. Вы можете там заказать генетический анализ чего-нибудь для ваших четырех эмбрионов, которые у вас есть, чтобы выбрать, кого из них посадить в матку. Вам предоставят некий обзор, скажут, вот эмбрион номер один, половые хромосомы XX, параметры Дакита, эмбрион номер два, половые хромосомы XY, параметры Дакита. И после этого вы можете заявить, я хочу, чтобы мне пересадили эмбриона номер два, потому что два — мое счастливое число. И, в принципе, у них не будет повода легально вам отказать. Но это крайний случай. А в ходе естественного зачатия обычно образуется более или менее примерно поровну мальчиков и девочек. Но есть некоторые спекуляции на тему того, что хромосома X большая и тяжелая, а хромосома Y маленькая и легкая. И поэтому вроде бы как можно предположить, что, может быть, сперматозоиды с хромосомой Y будут немножечко быстрее плавать. И, может быть, если так подгадать секс, чтобы секс приходился на момент эвуляции или чуть после нее, когда ициклетка у вас уже есть, то, может быть, получится сделать так, чтобы Y-сперматозоиды быстрее доплыли и быстрее оплодотворили, и получился мальчик. А если, наоборот, заниматься сексом за несколько дней до эвуляции, то все сперматозоиды Y уже куда-то расплывутся, а медленные основательные сперматозоиды X только-только до ициклетки доплывут. Хороших, нормальных, больших исследований, которые это подтверждали, мне найти не удалось. Я нашла одно исследование, опубликованное в довольно приличном British Medical Journal, но в 1979 году. Они там исследовали иерусалинских женщин, религиозных евреек. Дело в том, что если вы религиозный еврей, то вы не занимаетесь сексом во время месячных, и более того, вы не занимаетесь сексом еще 7 дней после них. Только после того, как прошло 7 дней, вы проходите ритуальное очищение, окунаетесь в миквы, и после этого, возможно, секс. И вот там ученые посмотрели на несколько тысяч вот этих религиозных женщин и учли их длину цикла, и посмотрели, на какой момент приходится первый секс. Ну, то есть, если у женщин цикл длинный, то получается, что они начинают снова заниматься сексом еще до овуляции. А если у женщин цикл короткий, то получается, что они начинают заниматься сексом, когда овуляция уже произошла. И они обнаружили, что у тех женщин, которые занимаются сексом через 2 дня после овуляции, рождаются аж целых 65% мальчиков. Не 50, а 65. То есть вообще потрясающий результат. Это было бы, конечно, поводом позавидовать евреям за прекрасной религией, чтобы мало того, что... А вопрос можно? Нет, попозже. Извините. А то этот человек до начала лекции использовал со мной про теорию Дарвина, поэтому, я думаю, мы его оставим на потом. Нет, я про другой. Хорошо, потом. Но в общем и целом непонятно, как находиться все равно. Что происходит дальше? Когда у вас произошло зачатие, у вас, у вашего эмплиона, формируются совершенно одинаковые базовые гонады. Вот у него гонада, она не называется яичник, она не называется яичка, она называется просто гонадой, потому что еще неизвестно, что получится. От нее идут Вольфов проток, Мюллеров проток. Один из них потом может превратиться в семипоносящий канал, один может превратиться в полопиевую тромбу, но пока никто ни во что не превратился, пока что вот это базовая версия человека. И дальше, если ничего не произойдет, то базовая версия будет развиваться как женщина, потому что любой человек по умолчанию женщина. Но если есть Y-хромосома, и если эта Y-хромосома обрабатывает специальный белок, который называется фактор регрессии эмплировых протоков, то под действием этого белка, как легко догадаться, исчезают Мюллеровы протоки, из которых должны были бы получиться фаллопиевые трубы. И вообще организм начинает дифференцировку по мужскому типу. И под действием мужских гормонов начинаются разные интересные вещи. То есть нормальная базовая модель человека превращается в мужчину. Например, в будущем будет происходить гипертрофия клитора, и вместо клитора появится половый член. И вообще много всяких интересных таких вещей будет происходить. Вместо половых губ нормальных будет мошонка. В общем, много всего странного. Это если есть Y-хромосома, и она работает. Соответственно, если есть Y-хромосома, то тогда примерно к началу второго месяца беременности вот эта базовая гонада превращается в яичко и начинает делать что? Правильно, начинает вырабатывать антрогены. Мужские половые гормоны. И уже под действием мужских половых гормонов начинается масса всяких интересных вещей в анатомии. Сейчас мы перейдем к следующему слайду. То есть, если она начинает вырабатывать антрогены, тогда, соответственно, половая система развивается таким образом, что человек становится мужчиной. Но при этом здесь важно отметить, что, возможно, очень разные варианты. Возможно, что у вас человек с хромосомой Y, но при этом этот белок почему-то не подействовал. Или потом он подействовал, начали вырабатываться половые гормоны, но почему-то клетки к ним нечувствительны. А возможно, что человек девочка, но при этом в организме почему-то повышенный уровень половых гормонов. И здесь важно то, что для формирования мужской или женской анатомии гены напрямую уже не важны. Важен именно тестостерон, важны именно антрогены. То есть, какие бы у вас ни были гены, весь вопрос в том, есть ли у вас гормоны. Если у вас есть гормоны мужские, вы станете мужчиной анатомически. Если у вас нет мужских гормонов, вы мужчиной не станете никогда. И здесь есть всякие разные интересные следствия. У кого есть идея, что общего между этими двумя рисунками? Просто похоже. У нас есть голый по пояс хиллори. Кстати, если ввести в гугле... Скажите, вот у меня два сына. Почему у меня два сына? Потом. Потом. То есть, если ввести, кстати, в гугле нэкид хиллори, то там масса всего интересного всем рекомендуют. Тем не менее, вот у нас хиллори голый по пояс. И мы видим, что у него есть соски. И вообще у всех мужчин есть соски. Это происходит именно потому, что закладка млечных желез произошла еще до того, как начал работать вот этот белок, фактор регрессии моллировых протоков, еще до того, как начали обрабатываться антрогены в яичках. То есть, соски на теле каждого мужчины это напоминание о том, что он мог бы стать женщиной, если бы обстоятельства сложились более благоприятным образом. Но не повезло. Бывает? Бывает наоборот. Бывает, что развивается женская особь, но при этом из-за каких-то индивидуальных особенностей или из-за особенностей биологии вида тестостерона в организме довольно много. Потому что, помимо мужских яичек, его могут вырабатывать на отпочечнике женщин. И тогда, получается, женщина с ее нормальными яичниками, с ее нормальными женскими гормонами, но тем не менее с очень сильной гипертрофией клитора. Вот мы здесь видим пятнистую гиену, она самка. Она самка, у нее просто очень большой клитор. А очень большой клитор у нее потому, что в ходе ее эмбрионального развития было много тестостерона. И это норма для этого вида, потому что самки гиен используют клитор для установления социальных отношений в стае. То есть, если кто-то их не слушается, они могут использовать свой клитор по назначению и призвать его к порядку. Гиен такой махиархат и все серьезно. Но из-за этого у гиен, правда, масса проблем с зачатием и с ходами, потому что у них вообще нет наружного отверстия влагалища, оно вообще не выходит наружу, им приходится каким-то образом удовлетворять прямо через клитор. А что такое клитор? Тяжело. Клитор – это нормальная версия того, что у мужчин превращается в половой член. Да, и у людей тоже бывают разные всякие варианты. Если у человека генотип XY, но при этом не вырабатывает тестостерон, либо он вырабатывается, но не чувствительны к нему клетки, тогда получается человек, который выглядит как женщина. Вот эти люди на правом слайде – это вообще-то мужчины с точки зрения генетики, но это мужчины с синдромом глистикулярной феминизации. У них клетки не реагируют на сигнал, который приходит от антрогенов. И поэтому они развиваются как женщины, выглядят как женщины, но правда, к сожалению, не могут иметь детей обычно. Хотя врачи ищут способы им в этом помочь, иногда получается. А бывает наоборот. Бывает, что у нас женский генотип, но при этом есть параллельно другое заболевание, есть врожденная гиперплазия коры надпочечников. То есть надпочечники увеличены, надпочечники очень интенсивно работают и надпочечники, среди прочего, вырабатывают антрогены. И эти антрогены действуют на развивающуюся эмбрион девочку и развивающаяся эмбрион девочка вырастает не совсем мальчиком, но тем не менее человеком довольно похожим на мужчину. Вот на этом ближайшем ко мне слайде. То есть много бывает разных рендов. Вот этот слайд ни в коем случае не надо пытаться прочитать и ни в коем случае не надо пытаться запомнить. Это я просто взяла и процитировала маленький-маленький кусочек из большого-большого обзора, одного из сотен тысяч обзоров о том, чем отличается мозг мужчины и мозг женщины. Вот я вам специально зачитаю просто, чтобы напугать. В среднем у мужчин больше серого вещества в аминготале, гиппокампе, передней части пороги по кампальной извилины, задней части поясной извилины, перед клинией, скоролупе, передней части copper suis망urgi, spine duration totale, некоторых бластях передней пороги и левого полушария, некоторых бластях кусочка, перевод с сокращением и упрощением. У женщин тоже в среднем больше серого вещества в некоторых бластях фронтальной коры, нижней лобной извилине, некоторых отделах зоны верники, темной покрышки, передней части fishnaya извилина островка в коре, некоторых отделах первичной дв мех lug допустим. Здесь важно то, что отличия есть, отличий довольно много, но при этом далеко не про все из этих отличий понятно, насколько они вообще статистически значимы, потому что исследования часто проводятся, например, на маленьких выборках на 10, 20, 30 людях, а индивидуальная вариабельность может быть больше, чем межколовая. Можно я скажу? Если мы возьмем любую анатомическую особенность мозга, то, скорее всего, мы не сможем найти, на что она влияет, если только разве что очень повезет. Есть какие-то некоторые отличия, про которые мы предполагаем, что они влияют, я о них чуть дальше скажу, но, по крайней мере, мне кажется, что этот слайд дает представление о том, что невозможно вот так вот априори сказать, что чей-то мозг лучше, потому что, да, они немножко разные, да, они немножко разные в десятках разных отделов, но выводы какие-то из этого делать совершенно невозможно. Вот, и если мы говорим, например, что у мужчин мозга больше, да, действительно, у мужчин мозг больше. Да, средняя масса мозга мужчин 1345 граммов, средняя масса мозга женщин 1222 грамма. Но, во-первых, понятно, что мы говорим о среднем, а при этом индивидуальный расход может быть очень большим, и если вы ткнете пальцем в любую отдельно взятую женщину, то вполне возможно, что у нее мозг больше, чем у любого отдельно взятого мужчины. А, во-вторых, нет, собственно говоря, настолько прямой связи между размером мозга и интеллектом, иначе киты были бы точно умнее нас. А совершенно не очевидно мне, что киты умнее нас, по крайней мере, мы построили Москву, а они нет. А зато у женщины больше мозга по отношению к массе тела, а зато у женского мозга лучше кровоснабжения. В общем, кто молодец, кто не молодец, совершенно непонятно. Но есть, тем не менее, зоны, в которых есть выраженные отличия между мозгом мужчины и мозгом женщины, и есть некоторые основания предполагать, что, возможно, это на что-то влияет. В частности, у нас есть гипоталомоз. Это очень важный управляющий центр мозга, который регулирует всю работу всей нашей эндокринной системы. И в том числе он не только жажду и голод, не только сон и бодрствование, не только терморегуляцию, а еще и половое поведение. И в гипоталамусе есть область, которая так и называется SDN, sexual demorphic nucleus, то есть ядро сексуального деморфизма. И у мужчин это ядро в два раза больше, чем у женщин, и содержит в два больше клеток. Это довольно общепризнанная информация, это было подтверждено на довольно большом количестве вскрытий мозга. То есть, да, действительно, у женщин оно большое, извините, у мужчин оно большое, в нем много клеток, у женщин оно маленькое, в нем меньше клеток. Влияет ли это на что-нибудь? Считалось вообще, что это врожденно, но вот недавно я прочитала у дикосваба в одном из обзоров, что на самом деле рождаются все люди с довольно большим вот этим ядром, а потом у женщин оно уменьшается в первые 2-4 года жизни. На 2-4 года это все равно довольно рано, это все равно сложно говорить о том, что их злобный социум запрограммировал. Хотя, кто знает. Вот, и есть некоторые спекуляции на тему того, что у мужчин-гомосексуалистов это ядро тоже уменьшено, что оно у них такое же маленькое, как у женщин, и вот именно поэтому им нравятся мужчины. Потому что если у вас какая-то область мозга маленькая, значит вам нравятся мужчины. Например, если у вас мозг большой, значит вам нравятся женщины. Но на самом деле это не очень надежно, потому что было исследование Ливея, которое исследовал 41-го человека и показало, что вроде бы да, у мужчин-геев вот это ядро в мозге в гипоталомусе меньше. Но потом были другие скрытия, на которых разницы либо не находили, либо ее находили совсем незначительно. В общем, дело темное, надо еще гуглить, надо еще исследовать, надо читать последние статьи дикосваба. Но, по крайней мере, известно, что у животных размеры этого ядра действительно связаны с сексуальной ориентацией. Например, очень широко распространена гомосексуализм, гомосексуализм распространена у баранов. У баранов примерно 8% баранов вообще никогда не спят с самками, а спят только с самцами. И вот у баранов, да, действительно эти участки меньше, ближе к женским. А еще известно, что можно из харька сделать гея, если ему вот эти участки разрушить. Вот, так что на людях таких опытов не проводили. Вот, но вообще, если мы говорим о гомосексуальности, то важно понимать, что это не какой-то бинарный признак, не орел-решка, не черное-белое. Нельзя говорить, что вот человек либо гей, либо гетеро. На самом деле, да, действительно, бывают люди, которые абсолютно гомосексуальны. Бывают люди, которые абсолютно гетеросексуальны, но их не очень много. А в общем и целом, многие люди в большей или меньшей степени склонны к гомосексуальному или гетеросексуальному поведению. Вот есть очень знаменитая шкала Кинси. Кинси — это очень знаменитый американский сексолог, который исследовал половое поведение людей. И он сделал вот такой тест Где ноль Вот эта первая линия означает Что вы абсолютно гетеросексуальны Что вы вообще никогда не смотрели на людей своего пола С эротическими какими-то мыслями Что у вас не было к ним даже чисто Позанических, хроматических влюбленностей Что вы никогда не смотрите с ними порнуху Что они вас вообще не интересуют никаким образом И вам не нравятся даже мысли о том Чтобы их потрогать А бывает следующий этап Это когда вы преимущественно Приспочитаете людей противоположного пола Но в принципе вы например в подростковом возрасте Очень любили человека своего пола Нежной романтической привязанностью Или допустим Вы согласны смотреть порнографию В которой есть тройка с двумя людьми вашего пола Ну или может быть вы когда-то целовались Даже с кем-то там по пьянину, понятно Вот, бывает номер два Это когда человек преимущественно гетеросексуальный Но при этом допускает возможность Переспать с человеком своего пола Если подвернется, почему бы и нет Это например мой случай Бывает середина, когда человеку в общем-то все равно Спать с мужчинами или женщинами Кто есть, то есть Ну и дальше соответственно гомосексуальность Тоже может быть более или менее выражена Бывает, что человек предпочитает преимущественно Людей своего пола Но при случае может переспать с человеком противоположного Бывает, что человек предпочитает людей своего пола Очень выраженно С людьми противоположного пола не спал Но допускает такую возможность Они им нравятся иногда А бывает, что человек абсолютно гомосексуален И люди своего пола его вообще не интересуют Вот И поэтому Поэтому То, где вы находитесь на этой шкале Как сейчас считается В значительной степени зависит от врожденных ваших особенностей И если мы говорим о пропаганде гомосексуализма Которую так любят петерский депутат Милонов То пропаганда гомосексуализма Она, может быть, отчасти повлияет На тех, кто находится На линиях 1-5 То есть, если, например, мне нравятся И мальчики, и девочки, но при этом Когда я пытаюсь склеить девочку Девочка смотрит на меня, как на врага народа Да, наверное, я чаще буду спать с мальчиками Если мне больше нравятся мальчики Но в моем обществе, в моей культуре Принято спать с девочками Да, наверное, я буду чаще спать с девочками Но Пропаганда сексуальной ориентации Гомосексуальная или гетеросексуальная Она все равно не изменит вашу природу Вам все равно так же часто будут нравиться мальчики Так же часто будут нравиться девочки Максимум это повлияет на то Будете ли вы это проявлять В какой степени Если вы настоящий врожденный Гомосексуальный человек То что с вами не делай Какую пропаганду с вами не делай Вы все равно будете стремиться Найти людей своего пола Чтобы с ними спать И любить их, и жить А если вы абсолютно гетеросексуальный То тоже как вас не уговаривай Вы все равно на человека своего пола Никогда не посмотрите И действительно накоплено довольно много данных О том, что гомосексуальность Это в значительной степени врожденное свойство То есть мы говорили о том Что с анатомическими отличиями Есть некоторые споры Но зато есть более доказанные данные Больше накоплено данных Об отличиях физиологии мозга В том, как он уже работает Вот, например, Каролинский институт Тот самый, который выбирает на близких лауреатов У него есть на эту тему довольно большое исследовательское подразделение Они заметили много всего интересного Они, например, искали разницу Вот как раз даже в анатомических отличиях Они смотрели размер полушарий Они смотрели размер мандалевидного тела У гетеросексуальных мужчин Гомосексуальных мужчин Гетеросексуальных женщин И гомосексуальных женщин И они обнаружили, что если у человека Правое полушарие больше левого И в правом полушарии активнее работает Медéléвидное тело То этот человек будет подпочитать женщин При этом совершенно не важно, является ли он при этом лесбиянкой Или является ли он при этом гетеросексуальным мужчиной Просто взглядя на его мозг Можно сказать, что такому мозгу обычно нравится женщина А если Явной разницы между полушариями нет А медéléвидное тело активнее работает В левом полушарии Тогда человек предпочитает мужчин Независимо от того, гомосексуально ли это мужчина Или это гетеросексуальная женщина И еще были интересные вещи Выяснилось, когда Немножко другую группу спитуемых На том же университете Загнали в томограф И в томографе предъявляли им феромоны Мужские феромоны и женские феромоны И выяснилось, что да, действительно Если вам нравятся мужчины Независимо от того, мужчина вы или женщина То у вас области мозга, связанные с сексуальным поведением Активируются в ответ на предъявление мужских феромонов А если вам нравится женщина Независимо от того, женщина вы или мужчина То у вас области мозга активируются В ответ на предъявление женских феромонов И здесь важно то, что это вещи Которые не могут быть изменены воспитанием вообще Это вещи, которые сформировались в своем криогенезе То есть пока у вас мозг еще в утробе матери формировался У вас уже было заложено На какие феромоны вы будете реагировать Какого размера у вас будет недолюбительное тело И какая у вас будет ультарализация полушарий Никакая пропаганда здесь ничего сделать не сможет Как бы нам не хотелось Нам не хочется Но здесь еще важно понимать Что врожденное не обязательно означает генетическое Да, действительно, бывают гены Которые связаны с гомосексуальностью Но бывают и условия среды Которые связаны с гомосексуальностью Но речь идет при этом об условиях среды Которые влияли тогда, когда они еще могли бы влиять То есть на стадии эмбрионального развития Вот про мужскую гомосексуальность известны, например, сейчас такие вещи У мужчины повышается вероятность стать гомосексуальным, если Во-первых, у него есть отличие в участке XQ28 на X-хомосоме Это длинная плеча X-хомосома Там не установлены пока конкретные гены Но там известно, что последовательность нуклеотидов в этом участке Немножко разная у мужчин-геев и у мужчин-гетера И вот здесь возникает страшный вопрос Почему это не отсеялось естественным отбором? Почему, если у нас есть гены, которые вызывают гомосексуальность То они через столько поколений нашей эволюции продолжают сохраняться Если гомосексуальные люди, как правило, не оставляют потомство А в чем дело? И на этой теме есть совершенно прекрасные данные Выяснено, что когда эти гены попадают к мужчине в организм То они повышают вероятность его гомосексуальности Но зато, когда они попадают в организм к женщине То они повышают ее способность к размножению Эти женщины легче беременеют, легче вынашивают, легче рожают И, возможно, даже больше любят детей По крайней мере, по семейным исследованиям получается, что у женщин с такими особенностями X-хомосомы Детей больше в среднем, по статистическим То есть ученые конкретно смотрели в университете Паде Женщин, которые родственницы мужчин геев И выяснили, что женщины родственницы мужчин геев в среднем заводят больше детей То есть, возможно, такая фишка, что вот есть такие гены, которые у женщины повышают способность к размножению У мужчины сильно снижают возможность к размножению Но, тем не менее, женщинам это компенсируется И за счет этого они остаются и сохраняются в популяции А еще вероятность рождения гея повышается Если вы младший брат, младший сын в семье после трех или четырех сыновей То вы станете геем с повышенной вероятностью Это иммунная история Иммунная история в том, что когда женщина беременна мальчиком То у нее вырабатываются антитела к хромосоме И некоторым белкам, которые она производит И чем более следующая по ходу беременность мальчикам Тем больше вероятность, что эти антитела каким-то образом повлияют на сексуальную дифференциацию мозга Вмешаются в уровень антрогенов И у мальчика будет меньше антрогенов, влияющих на его развивающийся мозг И из-за этого он будет более предрасположен к гомосексуальности Есть цифры о том, что каждый новый старший брат повышает вероятность стать геем на 33% Это звучит офигенно, но на самом деле это далеко не так офигенно, как кажется Потому что речь идет о небольших цифрах То есть, допустим, с 3% стать геем вероятность повышается до 4% на треть Но все равно красиво А еще довольно известная и довольно изученная штука Это то, что вероятность стать геем повышается в случае стресса, который испытывала мать во время беременности Потому что когда у вас стресс Неважно, беременны вы или нет, мальчик вы или девочка В любом случае, любого биологического существа А когда стресс, то у него снижается уровень активности половых гормонов любых То есть само по себе повышение уровня кортизола, гормона стресса Это сигнал ко всем яичникам, ко всем яичкам, ко всем половым железам Что нужно приглушить активность, потому что не до любви сейчас Вообще не до любви, надо выживать, бежать и спасаться Поэтому если у беременной женщины повышенный уровень кортизола То этот кортизол проникает через плаценту в организм ее сына, которым она беременна И приглушает выработку антрогенов И если это происходит в последнем триместре беременности, когда у него формируется мальчиковый мозг То мальчиковый мозг может сформироваться в меньшей степени не настолько выраженно И про это есть много экспериментов на животных Например, они делаются в Новосибирске, там есть такая Татьяна Мстиславская Она берет беременных крыс, заключает этих крыс в клетку Светят они ярким светом, всячески их стрессируют В клетку имеется в виду очень маленькую тесную, где крыса не может не пошевелиться и ничего сделать В общем, крысы испытывают сильный стресс И потом у их рожденных крысят сыновей действительно чаще проявляется гоносексуальное поведение Беременных человеческих женщин никто, слава богу, специально не стрессировал Тем не менее, есть статистические данные о том, что, например, в Германии в 1944-1945 году Родилось больше геев, чем до и больше геев, чем после В процентном отношении более значимая доля мужчин была геями Ну, потому что, понятно, Германия 1944-1945 года — это не лучшее место и время для того, чтобы быть беременной Там бомбежки, война, голод, лишение — все плохо Жалко, что Гитлер не узнал бескрометные неудачники Он-то пытался с геями побороться Из-за его действий геев стало больше в Германии Вот, и последняя, пятая часть нашей таблицы О том, что на влияние пола каким-то образом еще влияют На формирование пола каким-то образом еще влияют социальные факторы Но в середине XX века была принята роль социальных факторов сильно преувеличивать И наиболее яркая и наиболее известная иллюстрация этой истории Это история Брюса Реймера Которого потом звали Брэнде Реймер А потом он сам себя назвал Дэвид Реймер Это был мальчик, у которого был фимос Сужение крайней плоти полового члена Из-за этого врачи предназначили ему обрезание Обрезание проводил хирург с кривыми руками И половой член мальчика был сильно поврежден И, в общем, было непонятно, удастся ли его половой член каким-то образом восстановить Это ему было 8 месяцев Родители ходили по специалистам, спрашивали, что делать И каким-то образом дошли до психолога Джона Мани А психолог Джон Мани был проповедником того, что пол вообще полностью определяется воспитанием А врожденных черт у пола никаких нет И он говорит родителям, о, отлично, давайте с вашим мальчиком проведем клевый эксперимент Давайте вашему мальчику вообще отрежем член окончательно И скажем ему, что он девочка И будем вырастить как девочку И вы увидите, какая получится замечательная девочка А у этих родителей у них были близнецы и два мальчика Они, видимо, подумали, ну чего, пускай будет один мальчик, одна девочка, хорошо И согласились Вот, и действительно ему отрезали остатки полового члена Сформировали женскую анатомию почти всю И стали вырастить как девочку, звали его Брэнда Реймер И он ничего об этом не знал Вот его детская фотография, вот он в красных варежках, он девочка А девочка Брэнда Вот, но правда родителям было с ним сложно Потому что поведение у девочки было довольно мальчиковое Она хотела бегать, носиться, лазить по деревьям, по заборам и играть с мальчиками Ну вот бывают такие девочки-серванцы Вот, но потом она доросла до подросткового возраста Ей надо было делать операцию по окончательному формированию женской анатомии Делать пластику влагалища и все такое Вот, и по каким-то причинам родители, видимо, понимали, что она очень не хочет быть девочкой И они ей признались, что дорогая вообще-то ты не девочка После этого было три попытки суицида у этого человека, неопределенного пола Ни одна, к счастью, неудачная После чего он заявил, что он не будет никакую операцию по дальнейшему превращению в девочку делать Ему, наоборот, нужна операция по превращению в мужчину Он будет мужчиной, он сказал, звать меня будет Дэвид Креймер И буду я мальчиком Вот, и после того, как пол ему поменяли обратно, он стал чувствовать себя немножко лучше И женился даже, сыновил детей своей жены Но, тем не менее, через несколько лет все-таки покончил с собой Неизвестно, поэтому или нет Но там у него еще брат погиб, вообще были всякие проблемы Но, в общем, это довольно печальная история, которая часто приводится как пример того, что довольно сложно насильственно сделать из мальчика девочку, а из девочки мальчика Больше таких экспериментов на людях вроде бы не было Вот, и вообще, на самом деле, некоторые черты поведения, которые мы привыкли считать абсолютно социальными Могут отчасти быть связаны с нашей биологической природой Косвенно это доказывают игры обезьян Известно, что если дать обезьянам игрушки То мальчики-обезьяны предпочитают играть с машинками Они на них катаются, они их катают, они с ними прыгают, возятся и так далее Они проводят с машинками в два раза больше времени, чем с другими игрушками девочков Что касается девочек-обезьян, то у них предпочтение не так выражено Они примерно одинаковое количество времени проводят с мальчиковыми игрушками и с девочковыми игрушками Но зато про девочек-обезьян в 2010 году опубликовано было удивительное исследование Что девочки-шимпанзе в дикой природе играют в кукры То есть шимпанзе живет в лесу, она находит какую-нибудь деревяху И с этой деревяхой ходит, эту деревяху боюкает Вместе с этой деревяхой ест, вместо этой деревяхой спит И, что важно, никогда не используется эту деревяху ни для каких-то утилитарных целей То есть вообще шимпанзе не пользуется, а у大家都 пользуется, например, палочками для того, чтобы Что-нибудь разбить, какую-нибудь скалупу ореха Или что-нибудь вытащить каких-нибудь термитов из термитника Но вот эта палочка, она только для любви К этой палочке Они только заводятся И никаких функциональных вещей с ней не делают Но это делают юные шимпанзе Шимпанзе, дети, подростки А как только у молодой самки заводится Свой первый дитёныш Она сразу же все эти игры в куклу забрасывает И больше её никакие палки не интересуют Один раз видели в срослую шимпанзе Которая баюкала куклу Но выяснилось, что это была срослая бездетная шимпанзе И в общем похоже, что социум Едва ли может каким-то образом повлиять на то Чувствуем ли мы себя мужчинами или женщинами Потому что это врождённая штука Которая зависит от мозга От того, как он сформировался, с какими гормонами Но социум явно может повлиять на то Что мы в это вкладываем Какие формы поведения Кажутся нам нормальными для мужчин Какие формы поведения Кажутся нам нормальными для женщин А какие кажутся ненормальными То есть я вот тут хожу у вас в рубашке и в джинсах Потому что в нашем социуме совершенно нормально Чтобы девочка ходила в рубашке и в джинсах Если бы это было ненормально, я бы пришла в платье и не выпендривалась И на эту тему, по-моему, самый интересный пример — это история про женщин-программистов С женщинами-программистами получилось интересно Потому что вообще и первой в истории программистов была женщина Ада Лоренц, которая еще в XIX веке придумала программу для гипотетической вычислительной машины И вообще было очень много разных прекрасных женщин-программистов Например, программу «Аполлон» по посадке на Луну Ее возглавляла Маргарет Гамильтон, женщина И отлично восклавила Между прочим, очень хорошее было программное обеспечение у аппаратов, которые садились на Луну в Америке Но, тем не менее, произошла удивительная вещь Удивительная вещь была связана с тем, что с 70-х годов до и до этого В американских вузах росло количество женщин, которые получали степени по разным умным сложным наукам Росло количество женщин-врачей, росло количество женщин-юристов Росло количество женщин-физиков По-прежнему становилось больше, а количество женщин, изучающих программирование, попало вниз И вот по данным Американского министерства образования В 1983 году среди всех бакалавров по компьютерным наукам было 37% девочек А в 1998 году 26% Падение довольно сильное С чем это связано, не до конца понятно Но наиболее реальная версия в том, что именно в середине 80-х начали появляться персональные компьютеры домашние И судя по всяким соцопросам, получалось, что компьютеры покупают ценовьям А дочкам не покупают Потому что зачем девочке компьютер? Пускай дочка играет в куклы А мальчик, да, пускай он сидит за компьютером Вот мы накопим денег, купим мальчику компьютер И в результате получалось, что когда девочка решала поступить, изучать компьютерные науки То оказывалось, что она знает гораздо меньше, чем все мальчики Потому что у всех ее однокурсников компьютеры были, а у нее компьютера не было Она там сидела дома, занималась математикой сама И не знала каких-то простейших вещей, типа как его включить, где на клавиатуре какая буква Профессора смотрели на нее как на полную идиотку, говорили, ну да, у женщин, видимо, нет способностей к компьютерной наукам По-видимому, дело было в этом Дальше самое интересное, наверное Кто все-таки умнее? Мужчина или женщина? Правильный ответ — не знаю Если мы напрямую сравниваем IQ или всякие другие формы измерения интеллекта Типа G-факторей, стандартного фактора интеллекта То в разных исследованиях получаются разные результаты, но всегда не очень отличающиеся То есть либо оказывается, что вообще нет разницы между мужчинами и женщинами Либо оказывается, что разница в пользу мужчин, но какая-то не очень существенная Типа там на 3-5 пунктов больше IQ у мужчин Но при этом опять же понятно, что это происходит, когда мы усредняем большие выборки А если мы ткнем пальцем в любую конкретную женщину, в любого конкретного мужчину То совершенно нет у нас надежды, что мужчина будет умнее женщины Есть всякие интересные данные о том, что люди думают разными отделами мозга По крайней мере IQ у мужчин коррелирует с количеством серого вещества в лобных и теменных долях А у женщин с количеством серого вещества, то есть тел нейронов, тоже в лобных долях Но кроме этого еще и в зоне брака То есть возможно, что интеллект женщины немножко более вербальный Потому что зона брака связана с речью И есть всякие большие исследования Например, вот это было исследование на 72 тысячи старшеклассников Исследовали 72 тысячи старшеклассников, как они проходили разные тесты Тесты на чтение, на математику, на словарный запас, на науку и прочее, и прочее И выяснили, что в общем и целом результаты мальчиков и девочек сопоставимы Но при этом у мальчиков больше индивидуальных расспросов То есть девочки, они все как-то ближе к золотой середине Девочки все примерно получают четверку Некоторые получают пятерку, некоторые тройку, но в среднем четверку Я сейчас немножко от балды Там не четверки, пятерки были, там более сложная балльная система А мальчики, среди мальчиков лучше Среди мальчиков больше как самых умных, так и самых глупых То есть среди мальчиков больше тех, кто получает пятерку с плюсом, чем среди девочек И среди мальчиков больше тех, кто получает единицу, чем среди девочек Ну и наоборот, если мы возьмем 10% самых умных и 10% самых глупых Среди них будет чуть-чуть больше мальчиков, чем девочек То есть по очень многим параметрам, связанным с интеллектом У женщин более узкая гауссиана То есть если мы представим, что вот это вот баллая кьюм А вот это вот количество людей, которые набрали соответствующие баллая кьюм То женщины все немножко влежат к золотой середине У мужчин больше индивидуальный расспрос Возможно, дело в этом Когда говорят, почему среди кений сплошные мужчины Среди дебилов тоже сплошные мужчины Вот, и здесь, конечно, тоже очень важно и интересно понять В какой степени все это связано с давлением среды И про это есть разные тоже интересные данные Вот это было большое интересное исследование, опубликованное в сайт В котором посмотрели у 200 с лишним тысяч человек школьную успеваемость по полу Они обнаружили, что математические способности мальчиков лучше, чем вербальные способности мальчиков А вербальные способности девочек лучше, чем математические способности девочек Вот если сравнивать между полами, то получается интереснее Получается, что в том, что касается чтения Девочки в любой стране опережают мальчиков Вот эти серые линии вверх показывают, насколько девочки лучше читают, чем мальчики в любой стране А что касается математики, то в математике обычно мальчики опережают девочек Но дальше они сделали вот какую интересную вещь Они сравнили это с социальным показателем женской эмансипации Они посмотрели разные страны и насколько в них выражена женская эмансипация Насколько женщине легко получать доступ к образованию, работе, власти и прочему Они обнаружили, что есть хорошая корреляция Что если в стране слабый уровень женской эмансипации То в этой стране мальчики знают математику намного лучше, чем девочки А если в стране высокий уровень женской эмансипации То в этой стране девочки знают математику так же хорошо, как и мальчики Либо даже опережают Вот Исландия, в Исландии хорошо все с женской эмансипацией И в Исландии мы видим вот эта желтая линия показывает, что девочки и в математике тоже ориентируются лучше, чем мальчики в той же стране То есть чем больше мы женщин принижаем, чем больше мы женщинам рассказываем, что математика это не женское дело Но что они? Зачем идти против течения? Конечно, они тогда будут забивать на математику В конце концов, это сложная математика Я вот так считаю Что еще можно сказать о женском и мужском интеллекте? О женском и мужском интеллекте можно сказать, что существенная часть исследований некорректна Потому что не делала поправку на фазу цикла Сейчас уже стараются во всех исследованиях такую поправку делать Раньше во многих случаях ей пренебрегали Ну или если исследование на много-много тысяч людей, которые анализируют, например, данные школьных тестов То там такую поправку просто не сделать никак технически Но можно сказать, что мужчина, у него уровень интеллекта и прочие способности, они всегда более или менее одинаковые А у женщины они каким-то образом могут меняться в течение менструального цикла Повышаться и понижаться, повышаться и понижаться Здесь на самом деле данные в том, что касается конкретной способности, довольно отрывочные То есть можно найти некоторое количество статей, сделанных на небольшом количестве женщин О том, что эстроген улучшает вербальные способности Эстроген – это гормон, которого к середине цикла становится все больше, 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 больше Вот здесь красной линией А потом после середины цикла он понижается То есть можно сказать, что ближе к середине цикла женщина лучше оперирует словами Более красноречиво А есть еще такие же отрывочные, такие же ненадежные данные о том, что эстроген может наоборот ухудшать пространственное мышление Что ближе к середине цикла, когда у женщины много эстрогена, ей легче заблудиться И сложнее ориентироваться по карте А ближе к месячным она хуже заблуждается и легче ориентироваться по карте Но это довольно отрывочные данные Здесь нельзя говорить, что это прям четко доказано наукой В некоторых исследованиях кажется, да, там взяли 10 женщин, посмотрели А в некоторых исследованиях вроде как нет Взяли 15 женщин, посмотрели Но это все равно ни о чем Вот, что более понятно Это то, что эстроген повышает сексуальную привлекательность Вот здесь, да, здесь исследований очень много, очень разных Есть прекрасный ученый Кристина Дюранта, которая на этом уже ни одну диссертацию защитила свою и подчиненных Есть самое прекрасное исследование, за которое дали Шнобелевскую премию В году 2008, по-моему, несколько лет назад Исследование исследовало лэб-дансеров Лэб-дансеры, это девушки, которые танцуют на коленях у мужчин в ночных клубах Получают за это чаевые Они обнаружили совершенно фантастическую корреляцию Измеряя размер чаевых и наблюдая за фазой цикла Размер чаевых практически в точности соответствует уровню эстрогена Чем больше у вас эстрогена, тем больше вы получаете чаевых в этот день Там разница реально раза в два или побольше Типа 150 долларов они получали, если выступали во время месячных Или около них И 300 с чем-то долларов они получали, когда выступали в районе овуляции Овуляция резко повышает сексуальную привлекательность Что отражается на размере чаевых А если женщина сидела на таблетках в этом исследовании То выяснилось, что график был намного более склаженным Там долларов на 30, на 50 Может быть была разница между менструальным циклом и его началом и его серединой А еще более или менее с уверенностью можно говорить о том, что прогестерон снижает тревожность Вот есть гормон прогестерон Он здесь отмечен зелененьким Его сначала мало-мало-мало Потом после овуляции его уровень начинает нарастать Потом поддерживается высокий А потом довольно резко падает Прегестерон вообще-то нужен для того, чтобы не допустить сокращения матки Если уровень прогестерона падает, у вас начинается сокращение матки Если у вас начинается сокращение матки, у вас падает уровень прогестерона Поэтому сначала его много на случай, если оплодотворение в этом месяце все-таки произошло И надо, значит, чтобы матка не сокращалась, чтобы не было выкидыша А дальше, если оплодотворение действительно произошло Тогда подключается желтое тело, потом подключается плацента При гистероне начинает быть больше и больше, он не падает А вот если становится понятно, что в этом месяце оплодотворения не было Тогда через пару недель после авуляции При гистероне падает Начинаются сокращения матки, начинаются месячные И при гистероне, поскольку он гормон беременности Поскольку он нужен для предотвращения и сокращения матки Он оказывает еще и противотревожный эффект Довольно выраженный Вполне возможно, что это не случайность Вполне возможно, что в этом был эволюционный смысл Потому что дело в том, что стресс во время беременности Он вреден не только потому, что человек может стать геем У человека может еще и, в принципе, испортиться здоровье Там повышается вероятность выкидышей Повышается вероятность низкого веса при рождении Повышается вероятность разных проблем Воломаться во время беременности вредно Поэтому очень логично во время беременности Иметь гормон, который снижает тревожность Но за вот это замечательное свойство прегестерона Мы расплачиваемся тем, что когда уровень прегестерона резко падает То женщине кажется, как будто ее снали из противотревожных препаратов И, собственно, даже не кажется на самом деле так На самом деле метаболит прегестерона, алдопрегналон Он действует на рецепторы бензодиазепиновым транквилизатором То есть конкретно, когда мы принимаем транквилизаторы Они действуют на определенные рецепторы в мозге И продукты переработки прегестерона действуют на те же самые рецепторы в мозге То есть когда уровень прегестерона резко падает То женщину действительно резко сняли из противотревожных препаратов Ей действительно от этого очень тревожно Ей от этого тревожно перед месячными Ей от этого еще больше тревожно после аборта когда тоже сократилась матка, и ей от этого тревожено после родов. То есть есть официально признанное заболевание преднастральным синдромом, есть официально признанная пострадовая депрессия. Постабортная депрессия как раз официально не признана, она не входит в международную классификацию болезней, потому что ничего тут. Но, тем не менее, механизм тот же самый. Еще одна хорошая новость для женщин в том, что у женщин есть способ хакнуть свой мозг, сделать свой мозг умнее, чем он есть, путем того, чтобы родить ребенка. Потому что вообще у всех животных мозг женщины довольно сильно перестраивается в связи с заведением детеныша. Допустим, у кошек сильно перестраивается слуховая кора, у них появляется максимальный пик восприимчивости к тем тонам, на которых мегает маленький котенок, так чтобы они этого маленького котенка могли услышать издалека. У человеческих женщин тоже увеличивается объем серого вещества в довольно большом количестве областей мозга. Он увеличивается и в префронтальной коре, и в теменной коре, а мы как бы ими думаем, и в гипоталомусе, которым мы все регулируем, и в миндалине, которая связана с испытыванием эмоций. И в общем и целом все это увеличение плотности серого вещества нужно, конечно, для того, чтобы обеспечить максимально эффективное материнство. То есть пока вы беременны и пока вы ухаживаете за малышом, у вас меняется мозг таким образом, чтобы эти сложности, связанные с малышом, как-то вы могли легче преодолеть. Но тем не менее никто не говорит, что ту же самую на рожь кору нельзя потом использовать для чего-нибудь еще. Вот ребенок у вас уже вырос, в школу пошел, а нейронов в мозге у вас больше так и осталось. Вполне можно их подключить к решению каких-нибудь задач, например, к тому, чтобы делать много дел одновременно. То есть пока что наука не может заявить, что женщина становится умнее, когда она рожает ребенка. Это не доказано пока что. Тем более, что сложно было бы опубликовать, потому что дискриминация, наверное. Чел-3 бы обиделись. Я к чел-3 обиделась бы. Но тем не менее, да, есть данные о том, что мозг увеличивается. И да, на базе общих представлений о нейрофизиологии вполне можно предположить, что из этого можно извлечь какую-то пользу. На этом мы заканчиваем. Вот если у кого-то есть телефон, и если кто-то хочет почитать подробнее об исследованиях, которые упомянуты в этой лекции, то вот есть QR-код на Google Документ, в котором у меня собраны ссылки. Ссылки на всякие те статьи, о которых я здесь говорила, на всякие научпопы по теме и прочие полезные вещи. Кроме того, я всем рекомендую почитать, попробовать книжку «Дика слаба», которая недавно будет у нас переведена и вышла. Это наш мозг от марки Дальцгеймера. Диксфаб – это очень великий ученый. Он сейчас занимается в Нидерландах созданием банка мозга. То есть он просит всех нидерландцев, которые умерли, отдать ему, завещать ему свой мозг и максимально подробную историю жизни, для того, чтобы потом посредством этого мозга найти какие-то корреляции с тем, чем человек болел, какие у него были жизненные успехи, какая у него была сексуальная ориентация и так далее. И вот еще до того, как открыли этот банк мозга, Диксфаб, в частности, стоял у истоков исследования межплавых отличий мозга. И он поэтому абсолютно уверен, что гемосексуальность – это абсолютно врожденная вещь. Но на самом деле сама вот эта книжка, она немножко странная, потому что он попытался на своих 500 страницах рассказать все, что знает современная наука о мозге. И поэтому идет очень сильно голодным по Европам. А вот еще есть гиппокамп, а вот еще есть кора, а вот еще, кстати, гееврожденные, а вот еще, кстати, у меня банк мозга, присылайте мне мозг, бла-бла-бла. То есть очень плотно, очень быстро, очень мало подробностей. Тем не менее, все равно интересно, по крайней мере, для того, чтобы посмотреть, что глить дальше, что вообще есть. Вот есть Дмитрий Жуков. У Дмитрия Жукова, на самом деле, лучше даже не эта книжка, у него лучший учебник «Биология поведения», такой голубенький. Но этот учебник, к сожалению, никто не найти, это библиографическое редкость. Он в последний раз создавался в 2007 году, его с тех пор все уже раскупили. Тем не менее, одна глава этого учебника, как раз по теме нашего выступления, лежит на сайте «Элементы.ру» в открытом доступе в электронном виде, как раз про то, как происходит определение пола. Можно почитать его, можно почитать эту книжку. Она тоже довольно хорошая, она получила премию просветителя. Как правило, когда книжка получает премию просветителя, это означает, что это довольно хорошая книжка. Ну и да, и вот Google Doc. У меня тоже есть книжка. Она не совсем об этом, но, например, «Посексуально привлекательные женщины» во время овуляции. Я сейчас вам рассказывала мало, потому что про это очень много есть в книжке, поэтому мою книжку тоже можно читать. Спасибо, что вы все пришли, очень приятно. Если хотите, вы можете что-нибудь у меня спросить. Спасибо за лекцию. Ну, такой бытовой же истинский вопрос, что много говорили о гомо-гетерах, что имеется в виду под словом «нравится»? То есть, она визуальный стимул, реакция мозга или еще какие-то признаки. И в догонку вопрос, вот девушка-девушка в отношениях, там, например, один тип считается популярным, а девушка-парень для этих отношений другой тип, девушек или парня, считается популярным. Есть ли какие-то такие данные или нет? Ну, понятен второй вопрос. Поле или менее. Смотрите, эта тема очень большая, очень противоречивая. Что касается того, почему люди друг другу нравятся, ну, здесь, во-первых, есть какие-то чисто интеллектуальные вещи. Нам обычно нравятся те, кто читал примерно те же книжки, что и мы, независимо от пола. Вот. А что касается выбора пола, то, что показывали в экспериментах Кахаринского института, видимо, запах имеет значение. Феромоны это? Ну, и феромоны тоже, да. Вообще довольно много исследований о том, что индивидуальный запах влияет на выбор партнера и у мужчин, и у женщин, и там несколько разных механизмов, там не только феромоны, там еще есть гены совместимости, которые обеспечивают индивидуальную запаховую привлекательность. А по поводу того, какого типа девушке нравится, я не уверена, я подозреваю, что это могут быть в значительной степени культурные стереотипы, потому что, если мы говорим, какая правильная терминология фемы буч, какие более мужеподобные девочки и более женоподобные, ну, получается, что нравятся и те, и другие, просто одним нравятся одни, другим другие. И я думаю, что в значительной степени это может быть культурно обусловлено, потому что вообще в восприятии красоты очень много всего культурно обусловлено. Например, зубы. Мы сейчас зубы считаем белыми, а были народы, вот у русских купчих считались красивыми черные зубы, потому что черные зубы показывают, что человек из богатого рода, что он каждый день пьет чай с сахаром. Вот. И на самом деле надо смотреть, например, на Древнюю Грецию, на остров Лесбоса и его обитателей, какие девушки тогда считались привлекательными для девушек, и пытаться понять, в какую степень это культурно, в какой степени это вхожденно. Я думаю, что в большей степени культурно. Спасибо. А вот если вернуться к слайду, где вы писали различные типы мозга, у кого больше развитые. Вопрос. Часть мозга, которая ответственна за логику, она у кого больше развитая, у мужчины или у женщины? Вы понимаете, все, что касается сознания и логики, там и до сих пор нет абсолютно единого универсально правильного ответа, что вот они сидят именно здесь. Потому что есть несколько разных зон коры, даже не коры, а подкорковых структур тоже, которые каким-то образом вовлечены в сложное мышление. Считается, что самое главное в этом фронтальная кора, и вот фронтальная кора это как раз то, что развито и у мужчин, и у женщин. Немножко разные отделы, например, могут быть. Типа передняя зона префронтальной коры развито больше у мужчин, задняя больше у женщин. Точно я не помню, давайте вернемся к слайду. Но дело в том, что нет такой разницы между мужчинами и женщинами, которая бы точно отвечала за мысли. И вообще есть же данные даже о том, что немножко разными отделами могут думать мужчины и женщины. Вот смотрите, вот по-моему, чего у нас есть. У женщин больше серого вещества в некоторых областях фронтальной коры. А он отвечает за логику, да? Ну, считается, что главная зона мозга, да, это фронтальная кора, но не единственная. То есть там, помимо лобной доли, есть теменная доля, некоторые отделы височной доли, по-видимому, тоже увеличены в мозг, по крайней мере, они увеличены в речь. То есть, нет, пока невозможно сказать, что вот эта конкретная зона отвечает именно за то, чтобы мы были умными. Есть корреляция, что чем выше IQ, тем больше чего-нибудь. И корреляции вот эти показывают, что IQ больше у тех, у кого больше фронтальная кора, да, действительно. Но при этом у мужчин еще важна теменная кора, а у женщин размер теменной коры не очень важен, а важен размер зоны врага. Спасибо. Что-нибудь еще? У вас существует мнение в обществе, что мужчины полигамны, и они этим частенько оправдываются. А какие-то научные есть объяснения, чтобы это было понятно женщине, насколько они полигамны или моногамны? А ну, смотрите, в популярной литературе часто эксплуатируется концепция вклада в потомство, которая говорит о том, что мужчине завести потомство легко, он потрахался и пошел. А женщине завести потомство сложно, его надо вынашивать и растить, и поэтому якобы мужчине легко значит полигамия, а женщина стремится выбрать одного надежного партнера. Но это очень грубое упрощение, потому что возникает вопрос, если мужчины легко изменяют, то с кем же они, собственно, изменяют, если все женщины верны своим партнерам? И в общем и целом получается так, судя по людям и животным, что по всей видимости изменяют и те, и другие, но при этом мужчины к этому легче относятся, в том смысле, что у них ниже порог восприятия, они готовы более или менее с любой, а женщина, она все равно изменяет, но она более тщательно выбирает себе партнера, с которым изменить. И есть, например, исследование на синицах-лазоревках о том, что во всех тех случаях, когда ученым удалось зарегистрировать, с кем именно изменяет синица самка, то во всех этих случаях любовник был старше и крупнее мужа и лучше пел песни. Но про это у меня книжки. У меня есть книжка про это целая вторая часть. Там много всяких ссылок. Я только до начала прочитала. Спасибо.